И сейчас с нами на связи спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Брачук. Сергей Борисович, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну вот мы уже, наверное, сбились со счету, сколько раз была воздушная тревога в Одесской области и в самой Одессе. И сейчас поступает информация о том, что по Одесской области снова направлена крылатая ракета. Об этом пишет оперативное командование ЮГ. Сергей Борисович, расскажите, пожалуйста, что сейчас на данную минуту происходит в Одессе и области? И увеличилось ли количество пострадавших и жертв на атаке, которая произошла на Казахстане? Надеемся, что нет. Абсолютно верно. Сейчас, более часа тому назад, был нанесен четвертый раз ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Мост, который уже не эксплуатировался. Ну вот, враги снова отправляют туда ракету. Что повреждено в этот раз и как, будем уточнять. И более детально расскажу чуть позже. Что касается дня накануне, вы спрашиваете о пострадавших. К сожалению, да, у нас один человек погиб накануне. И пятеро находятся в больницах. Средне тяжелое у них состояние. Надеемся, что эти люди, дай Боже, выкарабкаются. Что касается вообще ракетных обстрелов, да, интенсивность, повышение интенсивности мы наблюдаем. Вчера было 14 ракет прилетело в Одесскую область и в Одессу. Абсолютно верно. Семь ракет, это уже поздно вечером. Именно в город разрушен торговый центр. До этого утром был ракетный удар. В область прилетело четыре ракеты. Потом, после обеда, вот этот объект, туристическая инфраструктура, о котором вы упоминали, действительно, три крылатых ракеты. Причем враг использует как стратегическую авиацию, так и зенитно-ракетные комплексы, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма. Есть определенная угроза и со стороны акватории Черного моря. Там находится довольно солидная группировка российского флота. Там колеблется их количество этих кораблей до 7-8, и все они могут на борту нести крылатые ракеты. Так что у нас вот такой был день накануне. Видите, сегодня не обошлось без еще одного ракетного удара. Вот мы сегодня говорили о острове Змеиным. Мы же помним о том, что это Одесская область. Что сейчас там происходит? Возможно, есть какая-то последняя у вас информация? Наша морская черного моря. На данный момент остров, вы знаете, мы тут говорим так, что действительно, это административная единица Одесской области, что во время войны остров может быть или безлюдный, или украинский. После победы точно уж наш. Да, действительно, там уничтожено три катера. Один десантный катер и два типа рафтора. Четвертый катер тоже поврежден. Самое главное, уничтожена радиолокация на этом острове российская. Уничтожены два зенитно-ракетных комплекса ТОР. Во-первых, Россия пыталась создать на этом маленьком клочке земли, нашей, украинской земли, создать некий такой плацдарм, который, во-первых, приближал бы врага к Одессе. Во-вторых, вся та техника и вооружение, которые могли быть установлены и расположены на острове, могли бы создавать определенные трудности для нашей авиации, для наших сил противовоздушной обороны. Вот удалось нашим военным провести такую операцию, плюс еще уничтожить вражеский вертолет с десантом. Поэтому сегодня, мало того, что это морская Чернобаевка, о которой мы говорим, прекрасно понимаем, что враг не будет оставлять попыток в ближайшее время, наверное, вернуть себе господство на этой украинской территории. Уверен, что наши вооруженные силы смогут достойно ответить и помешать реализовать эти планы. Сергей Борисович, сегодня утром в 5 утра закончился длительный комендантский час. Расскажите, что удалось сделать за эти двое суток и вообще, как помог этот комендантский час с учетом того, что вчера были интенсивные обстрелы города? Самое главное, на что и рассчитывали, мы пытались, чтобы в городе люди массово не собирались. В любом случае понимаем, что передвижение людей могло создавать определенные моменты, когда люди были бы в группах, я не знаю, 5-10 и более человек. Понятно, что понимали, будет, и, к сожалению, этот сценарий худший оправдался, будет нанесение ракетных ударов. Кстати, вот этот утренний ракетный удар из четырех ракет вчера, он происходил в те минуты, когда дед Кабаев возлагал цветочки к памятным знаком городам героев Киев и Одесса. То есть цинизм в высшей степени. Ну, в принципе, чему тут уже удивляться. Поэтому самое главное, что люди были дома, люди могли реагировать на сигналы воздушной тревоги и выполнять те правила, которые необходимо выполнять в таких случаях. Ну и контрдиверсионная работа тоже принесла свои определенные результаты. Накануне 9 мая были задержаны несколько человек, чья причастность к диверсионно-разведывательным группам, возможно, к корректировщикам вражеского огня проверяется. У двоих точно было определено, что они снимали объекты инфраструктуры, наши блокпосты и весь этот фото и видеоматериал передавали по российским номерам, на российские мобильные приложения. То есть тут все понятно. Что касается других моментов этой контрдиверсионной работы, отработаны также некоторые, прежде всего, южные районы нашей области. Ну, Бессарабия, мы понимаем, о чем говорим. Есть тоже определенные результаты, о них сообщим чуть позже. Но я скажу так, что одесситы и сами восприняли очередной вот такой удлиненный комендантский час как необходимую меру во время войны. Сергей Борисович, знакомые друзья говорят, что впервые были напуганы за все время обстрелов, которые были уже нанесены по Одессе. Вы понимаете, что вчера даже впервые некоторые из моих знакомых спускались в бомбоубежище. Вот какая атмосфера сегодня царит в городе? Я слышал именно такие высказывания, именно вот так, что впервые спускались. Но многих, наверное, ну не многих, некоторых вернули в реальность. Это тоже надо во всем искать позитив, что с этим шутить нельзя. Ракета, тем более российская, она, извините, как поля дура. Иногда не знает, куда летит. Да и сами россияне стреляют, видите, по жилым районам, по торговым центрам. Напуганы, ну, реалии войны. То, о чем мы постоянно говорим. Но и осознание того, что я все равно, знаете, вы, насколько меня уже узнали, я стараюсь находить оптимизм даже в самых сложных ситуациях. Люди понимают, что многое россиянам удалось перечеркнуть, то, что было мифом и об Одессе, и про Одессу, и за Одессу. И одесситам было сегодня легче воспринимать то, что происходит, потому что мы понимаем, враг четко давно определен. И он в России. Враг России. Страна-террорист. Поэтому, вы знаете, для многих моих знакомых, если мы говорим уже о личном восприятии, то этот день стал личным доказательством того, что надо верить в вооруженные силы, это однозначно. И надо максимально стараться, каждый на своем месте, а это мотивация, помогать в обороне родного города и родной страны. Что сегодня многие начали делать более активно, скажем так. Скажите, а стоит ли Одесситам опасаться преднестровского направления сейчас? Смотрите, определенные риски существуют по любым направлениям. Если мы говорим о Черном море, или тоже один из любимых вопросов, наступление возможное вражеское со стороны Николаева, понятно, оперативная ситуация, она есть общая картина, это вопросы к генеральному штабу. Также и говорим о Приднестровье, определенные риски есть, поэтому и реагирование на них максимально серьезное со стороны военных, со стороны в плане функционала и областной военной администрации. Поэтому все серьезно, война, расслабиться можно будет только после победы. Сергей Борисович, спасибо вам большое. Спасибо вам. В очередной раз, да, с нами на связи был спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Брачук о атаке российских войск на город и Одесскую область. Продолжение следует...